Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал. Вы наверное видели как изготовить петушка из пайеток и из конфетти. Вот в таком формате. А мама у меня, так как занималась квиллингом, решила тоже изобразить подобного петушка, но уже в технике квиллинг. И посмотрите какие петушки получаются. Вот что сделала она, какие работы и какого петушка я решила сделать уже на свой манер. У меня получился вот такой шикарнейший петушок. Здесь конечно же ушло немного больше заготовок, чем у нее, но петушок смотрится гораздо интересней. Итак, теперь переходим к тому, что же нам нужно для работы. Первое, это нам конечно же нужен диск. Это для того, чтобы сделать вот такого петушка. Если вам понравился петушок на картоне, то конечно же понадобится заготовка петушка, которую вы можете взять в интернете, и картон. У меня петушок сантиметров 10, наверное, меньше даже сантиметров 8. И здесь на диске немного другой петушок. Далее, для того, чтобы заклеить вот это отверстие в центре диска, нам понадобится прозрачная, но вот это вот от любых коробок, которые продаются там что-либо с ледяные, и вырезала кружочек, и на скотч приклеила с обратной стороны, с обратной стороны, чтобы нам здесь можно было тоже работать с центром. Далее, нанесла форму петушка, как сами уже видите, вот обвела, и желательно конечно же обвести фломастером, таким, которые посидеть диском желательно, потому что в этом случае оно не стирается, и рисуется четко, но можете попробовать как. Я думаю, хотя даже если тоненько, чем-то остреньким, типа иголочки, начертить, и будет такой, как бы вот полосочка, то будет тоже, в общем-то, неплохо, лишь бы для глаза было видно. Далее, я использовала, как уже, кто меня смотрит, вот такой клей, я его использую в основном в больших работах своих, ну скотч, я уже сказала, для заклеивания вот этой, этого отверстия. Можно использовать клей ПВА обычный, и также нам понадобится вот такие различные фигурки для квиллинга. Ну вот, я не знаю, как вот, я так как не занимаюсь квиллингом, у меня вот эти фигурки делает мама, поэтому вы можете посмотреть в интернете, как их делать, там очень много видео, но единственное, что вот такого петушка я не нашла, так как смотрится петушок очень интересно на диске, и мне нравятся работы вот именно на CD дисках, я решила вам предложить смастерить вот такую поделочку. Надеюсь, вам понравилась моя идея, вернее, идея моей мамы, и вы возьмете себе на заметочку, и я думаю, очень приятно получить сейчас, так как у нас год петуха, вот такую работу, сделанную своими руками. Причем, если у вас, допустим, дети самостоятельно не могут крутить трубочки, вы можете им накрутить их, а они уже потом будут их ставить на место, здесь наносите клей, и еще забыла сказать, что понадобится пинцетик. Так как работа очень требует вот аккуратности, и когда клеем нанесен клей, не очень удобно попадать, может фигурка упасть вот эта вот куда-нибудь немножко не туда, и запачкаться клеем, поэтому мы берем пинцетиком, и это очень удобно. Уже укладываем конкретно туда, куда нужно фигурку, особенно даже вот такие маленькие, и очень хорошо получается поддевать. Еще посмотрите, как я оформила глазик, вот к этим петушкам я приклеивала глазик, можно и к этому приклеить такой объемный глазик, но я вот такую вот кругленькую штучку вставила в серединку вот такой. Для этого маленькими ножницами здесь вот так вот расширяла, и когда оно разошлось, так уже пошире, но очень аккуратно конечно нужно здесь работать, я вставила туда вот такой вот маленький кружочек, и тогда получается глазик похожий на, вот что на голове уже, на мордашке у петушка глазик. Ну, будет мне очень приятно, если наша идея вам понравится, и вы возьмете на заметку, как можно использовать этот, вот это украшение, можно здесь сделать петельку, так как вот делали мы на дождике, можно из обычной ниточки сюда вот приклеить сзади петельку, и подвесить куда-то будет очень красиво смотреться. Всем спасибо за внимание, до до новой встречи, пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин